Сообщается, что Абу Гурейрадо будет доволен им, Аллах сказал. Посланник Аллаха, салли Аллаху, алейхи вассалям, сказал. Не завидуйте друг другу и не взвинчивайте цену. Откажитесь от взаимной ненависти. Не поворачивайтесь спиной друг к другу и не перебивайте торговли друг к другу. И будьте братьями, о рабы Аллаха. Ведь мусульманин мусульманину брат, и не должен никто из мусульман не притеснять другого, не обманывать его, не относиться к нему с презрением, не оставлять его без помощи. А богобоязненность здесь. И трижды указал рукой себе на грудь, после чего сказал. Достаточно будет вреда тому человеку, который презирает своего брата в исламе. И для каждого мусульманина должны быть неприкосновенными жизнь, имущество и честь другого мусульманина. Этот хадис передал муслим. Зависть, к сожалению, это природа человека. Что он всегда чего-то хочет. Ему всегда всего мало. Не хочет, чтобы кто-то был в лучшем положении, чем он сам. Хочет быть выше всех. Поэтому человек должен исправлять в себе это. Иногда бывает желание без зависти. Они считаются нормальным чувством. Но старайся, чтобы и этого не было в тебе. Не обращай внимания на то, что есть у других. Какое тебе дело до этого? Засматриваться на то, что есть у других неправильно. А если в этом присутствует зависть, то это уже грех. Как же проявляется завистник? Муавая сказал, любой человек может быть довольным, кроме завистника. Его ничто не удовлетворит, кроме как если другой это потеряет. Можешь забыть про то, чтобы завистник был довольным тому, что у тебя есть. Также ученые говорили, притеснитель в этом мире в худшем положении, чем притесненный. И если он завистник. Потому что он слишком сильно держится за то, что у него есть. У него все горит изнутри. Притесняет не только других, но и самого себя. Слова «не взвинчивайте цену» – то есть тут имеется в виду обман. Или «завышать цену на что-то, что ты не спешишь продавать», то есть во вред другим. И нет сомнения, что завышение цен с целью навредить запрещено. Затем Пророк, салям, сказал «откажитесь от взаимной ненависти». То есть откажитесь от ненависти и от причин, ведущих к взаимной ненависти. Как сказал Пророк, салям, «не указать ли мне вам на то, что для вас станет причиной взаимной любви? Распространяйте приветствие между собой». Однако есть ненависть ради Аллаха. Она не запрещена, так как любовь и ненависть ради Аллаха – это часть религии. Как сказал Всевышний, ты не найдешь среди тех, кто верует в Аллаха и в Судный день того, кто любит тех, кто враждует с Аллахом и Его посланником. Запрещено тебе любить неверного. Запрещено. Ты обязан его ненавидеть ради Аллаха. Любовь и ненависть ради Аллаха – самые крепкие узы веры в Аллаха. Это при том, что Аллах говорит, Аллах не запрещает вам быть добрыми и справедливыми с теми, которые не сражались с вами из-за религии и не изгоняли вас из ваших жилищ. Воистину, Аллах любит беспристрастных. Аллах запрещает вам дружить только с теми, которые сражались с вами из-за религии. Выгоняли вас из ваших жилищ и способствовали вашему изгнанию. А те, которые берут их себе в помощники и друзья, являются беззаконниками. Брать их в помощники и друзья запрещено, так как это означает любовь к ним. А любить человек должен только то, что любит Аллах. Слова «не поворачивайтесь спиной друг к другу» здесь имеется в виду вражда. Когда один поворачивается спиной к другому. Затем тот отворачивается от этого и это превращается во вражду. Слова «и не перебивайте торговли друг к другу» означают, что это запрещено. Тут имеется в виду, если торговля уже состоялась, человек купил что-то у другого, а ты подходишь к продавцу и говоришь, «забери то, что продал, я заплачу тебе больше». Это запрещено. То же самое, если сказать покупателю, верни то, что купил, я продам тебе то же самое дешевле. Все это запрещено. Однако, если торговля еще не состоялась, нет проблем в том, чтобы каждому продавцу говорить свою цену. Затем пророк, саллиллаху алейхи вассалям, говорит, «мусульманин мусульманину брат, и из того, что вытекает из братства, это дружба и любовь между мусульманами. Указание друг к другу на благое и остережение от плохого. Не врать ему, если что-то говоришь, если он попросил помощи помочь, не унижать его и не предавать. Все это исправ мусульманина». Затем пророк, саллиллаху алейхи вассалям, указал на сердце и сказал, «богобоязнь и нас здесь». Как он, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, «поистине Аллах не смотрит на вашу внешность и богатство, однако смотрит на ваши сердца и ваши дела». Затем пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал о высокомерии и о наказании за это. «Ведь Всевышний Аллах сказал, величавость моя накидка, а величие мое одеяние, и того, кто попытается присвоить себе одно или другое, я ввергну в огонь ада». Поэтому нужно понимать, что величавость – это атрибут Всевышнего Аллаха, и никто не имеет права высокомерничать. А напротив, человеку стоит быть скромным и простым, как сказал посланник, саллиллаху алейхи вассалям, «не войдет в рай тот, в чьем сердце была гордыня в мельчайшую частицу». И в конце хадиса сказано, «И для каждого мусульманина должны быть неприкосновенными жизнь, имущество и честь другого мусульманина». Каждый мусульманин для мусульманина неприкосновенен. Ты не имеешь права покушаться на его честь, жизнь, имущество и вредить ему каким-либо способом. Все это запрещено, а Аллаху известно лучше. Субтитры создавал DimaTorzok